Друзья, всем привет! Сегодня будем с вами делать интересную самоделочку из обрезков фанеры. В данном случае я буду использовать обрезки 12 мм фанеры и также понадобятся обрезки 18 мм фанеры. Нам нужна заготовка, ширина нам нужна 210 мм, а длина будет 600 мм. Можно сделать и длиннее, потом уже вы поймете, какая заготовка именно нужна вам. Вот сейчас я отрезал длину 600 мм и сейчас делаю ширину 210 мм. Теперь нам нужно закрепить нашу заготовку. Кстати, вот этот верстак, заготовки очень скользят по нему, поэтому я закрепляю с помощью струбцин и уже потом делаю разметку. Сейчас я отмеряю 3,5 см и провожу линию. То есть с одной стороны почти до середины и с краешку приблизительно 3 см. Ну и нужно будет еще одну линию провести на расстоянии 11 см. Также закрепляю рейсмус свой самодельный и проводим линию. Также до середины и в конце там буквально 3 см нужно будет провести длины. Затем делаем разметку. С краев мы отступаем по 2 см. И затем нам нужно будет отметить по 25 см. Ну или 250 мм. Опять, кому как удобнее. С другой стороны мы также отмеряем по 2 см. После того, как сделали разметку, нужно будет прямо просверлить отверстие. Есть у меня вот такой кондуктор. Давно уже его покупал в магазине Unictool. И очень удобно с ним работать. Там меняются вот эти внутренние диаметры. И можно под любое сверло подобрать диаметр. Ну и когда просверлили, можно приступать к фрезеровке. Чтобы фрезе было легче, поэтому сделал первоначально отверстие. Фрезу взял 8 мм. Ну и как видим, нам нужно профрезеровать 2 паса. Вот такой вот длины. Ну и после того, как сделали фрезеровку, у нас оставался обрезок. Он шириной 5 см. Отмеряем 7 см. И затем 18,5 см. Ну и после 18 см нужно будет отступить еще 2 см. И сделать еще один такой отрезок. То есть нам нужно два отрезка таких. Опять же, сверлю. И нужно данные пазы нам профрезеровать. Опять же, использую свой самодельный фрезерный стол. Дело уже очень-очень давно. На канале где-то есть видео такое коротенькое. Даже по изготовлению, по-моему, там мало информации еще первое видео. Но очень понравился данный стол. Очень удобно на нем работать. То есть параллельный упор тоже присутствует. В общем, удобно. Ну и фрезеруем. Также использую фрезу 8 мм. Ну и все. Когда отфрезеровали, нужно нам отторцевать два одинаковых отрезка. И два таких же отрезка нам нужны из 18 мм фанеры. Отступаем с края по сантиметру. Вернее, по полтора сантиметра. И нужно две заготовки просверлить именно на одинаковом расстоянии. Скрепил я две фанерки струбцинами. И сейчас на сверлильном просверлю отверстия. Как еще раз повторюсь, обязательно нужно, чтобы они были на одинаковом расстоянии. Поэтому я их и зажал струбцинами, чтобы просверлить. Ну и также, как говорится, нужно немножко все прошлифовать, чтобы заготовки были гладкие, не было заусенцев. Затем наши заготовки нужно скрепить между собой. Смотрите, я как креплю, где отверстие именно в углу. И сейчас к этой заготовке будем крепить фанеру 12 мм. Использую свои самодельные тиски. Очень удобные, кстати. Еще, как вы видите, можно зажать посередине небольшой струбцинкой. И очень удобно крепить. Креплю на 4 самореза. Ближе сюда к струбцине не стал крепить саморез. Потом все это объясню. Таких заготовок нам нужно две штуки. То есть, одну и вторую. В одной из заготовок нужно закрепить вот такую гайку мебельную. То есть, я тисками ее впрессовал. И получилось вот так вот все заподлицо. Ну и теперь, как мы видим, болт у нас получается наружу. А это нам мешает. Нужно сделать небольшое углубление под болт. Сразу хочу сказать, нужно делать так, чтобы болт, шляпка внутри не прокручивалась. У меня, к сожалению, фрезы такой не было. И я болт использовал вместе с шайбой. Забегу наперед, и это неудобно. Иногда болт прокручивается. Поэтому, конечно, лучше использовать фрезу именно под диаметр шляпки болта. Тогда вам будет намного-намного удобнее закреплять. То есть, вот как это все выглядит. Ну и сейчас для нашей заготовки нужно отрезать небольшую ламельку. Я пропустил данную доску через рейсмус. И теперь на ленточной пиле решил отрезать толщиной приблизительно 6 мм. Кстати, на ленточной очень удобно. Сейчас купил полотно 20 мм шириной. И очень удобно отрезать вот такие вот ламельки. Ну и теперь подкладываю под эту ламельку гаечки. Можно использовать шайбы. Все зависит. У меня просто, кто у кого есть такая пила, знает, что там паз такой, ну, нестандартный. И всегда подкладываю либо шайбочки, либо гаечки. Вот таким вот способом подкладываем. Наносим клей. И все это дело нам нужно склеить. Когда приложим нашу заготовку, скреплю все это с двух сторон струбцинами. Ну и также нужно положить какой-нибудь груз посередине, чтобы лучше склеилась наша заготовка. В данном случае использую вот такой вот у меня лак есть. Вернее морилка. Прижимаю все это. Ну и прошло время, все высохло. Для более надежности решил еще данную ламель, ну, как закрепить на саморезы. Как видите, все зенкую. Использую, кстати, новый у меня шуруповерт от компании DECO. Попробуем, затестим все. Первые впечатления, конечно, хорошие. Там посмотрим уже. Ну и отрезаю все нашу ламель заподлицо. Теперь можно приступить к сборке нашей самоделки. Как вот уже еще раз повторюсь, использую болты с шайбами. Конечно, если была бы фреза чуть поменьше, было бы намного проще. Ну и одеваем наши уголки. Вот первый уголок. Здесь он идет с прессованной гаечкой. Это, забежим наперед, это будет задняя бабка. Ну и сейчас приступаем к передней бабке. Также все это крепится на болты. Креплю на гайке барашки. Первый и второй. Ну и сейчас нужно собрать нам две оси. Первую ось мы будем собирать на заднюю бабку. То есть взял вот такой болт, заточил его. И также еще нужно контрагайку, чтобы данная ось не выкручивалась у нас. Использую вот такую гаечку, закручиваю. Ну и также нужно будет потом ключом все это законтрить. На передней бабке впрессовал вот такую втулку. Потом устанавливал подшипник, шайбу. И три гайки нужно будет закрутить. За место четвертой гайки будет опять та же самая мебельная гайка. Вот такая. Ну и все. Наша самоделка готова. Мы ее собрали. Теперь для данной... Ну теперь нам потребуется брусок. Ищем центр. Вот таким вот способом. Отмеряем сначала с одной стороны, находим центр. Затем со второй стороны центр. С одной стороны я зенкую, а с другой нужно будет просверлить отверстие, чтобы мы смогли вбить вот эту вот гайку мебельную. Забиваю ее молоточком. И все. И можно устанавливать на нашу приспособу. Вот так вот ставится брусочек. Если кто-то подумал, токарный станок. Нет, это не токарник. Будет немножечко другая приспособа. Ну и все. Вот мы установили. Теперь нам останется все затянуть. Подтянуть, чтобы наш брусок не вылетел. Опять же, вот этими двумя гайками. Регулируем натяжение и контрим. Теперь все это можно установить на нашу циркулярную пилу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так друзья сегодня мы с вами сделали вот такую приспособу для изготовления вот таких вот конических ножек выглядят такие ножки симпатно для чего можно использовать? можно использовать к примеру для изготовления детского стульчика ну или к примеру небольшого детского столика такие ножки там будут смотреться симпатично, сама обработка очень хорошая, немножечко пошлифовал и получилось вообще все гладко и ровно ножки мне понравились что касается самой приспособки немножечко я конечно переделаю потому что это был тестовый образец у меня передняя бабка движется а задняя стоит мертвая я лучше переделаю то есть задняя бабка у меня будет смещаться а передняя бабка будет вот в таким положении мне кажется это будет намного лучше также сюда можно приспособить ручку чтобы удобнее было толкать но опять же я сделал бруски вот здесь длинные чтобы можно было упираться в них и толкать и также вот этот вот узел я его немножечко конечно переделаю здесь лучше впрессовать два подшипника с двух сторон и уже ось будет вращаться на подшипниках это будет лучше в данном случае я запрессовал втулочку и установил вот так вот подшипник ну мне это не очень понравилось конечно все крутится ничего тяжелого но все равно я бы переделал а так приспособа рабочая как вы видели все делается то есть мы можем сделать множество количества вот таких вот ножек одинаковой толщины нам это не составит никакого труда чтобы делать одинаковой толщины можно элементарно нанести вот здесь риску на данной бабке и то есть когда другую заготовку мы установим будем потихонечку перемещаться до данной рисочки и у нас получится один и тот же размер также данную приспособу можно использовать на фрезерном столе к примеру если есть у вас фрезерный стол то можно использовать вместе со фрезером ну а на этом будем заканчивать кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok